Добрый день! Мы находимся на полях КФХ Оскара Ленинградского района. Тема рапса для этого хозяйства новая, но у меня личный опыт конечно с рапсом многолетний. Мы главный принцип использовали это накопление влаги для всходов до посева рапса. В чем он заключается? Готовим поля по системе полупара в звенья сего оборота, которые идут под кукурузу, под горох, под какие-то другие яровые. Это мы сделали два дискования, одно с несением удобрения, безотвальная обработка чезелевка и прикатывание с выравниванием. У нас в этом году были какие-то дождики в период уборки пшеницы, поэтому эту влагу надо было уже накапливать и использовать. То есть все обработки должны быть влагосберегающие. То есть если дискование, то очень выровненное не БДМом, а вот у нас был кокерлинг с катком с бараной, выравнивающим дискование. Если чезелевание, то комбинированным агрегатом, который сразу упаковывает землю. Если структура недостаточная для упакования, то мы прикатывали, если можно было закультивировать, значит культивировали. То есть вопрос влагосбережения и влагонакопления для выбора места, где можно сеять рапс, для нас был первостепенный. То есть мы не сеяли рапс в тухую землю с расчетом на авось, что пойдет дождь. Все-таки две тысячи на гектар стоят семена и это не гарантирует получение всходов. Поэтому после того, как поля у нас были упакованы, выровнены, мы ждали дальнейшего промачивания. Когда убедились, что промочилось поле на глубину до 20 сантиметров, приняли решение сеять рапс. Посевное ложе у нас было на глубине где-то 2-3 сантиметра. Вниже была влага, сверху уже было подсушенное поле. Задача стояла положить семена на посевное ложе на глубину не более 4 сантиметров и прикатать. И практически мы получили всходы на почвенной влаги, которая уже была у нас накопленная. Те всходы, которые получались после дождя, ну конечно не 100% мы получили, но процентов 70 сходов было первых. Те всходы, которые уже после дождя взошли, их видно они по развитию отстают. Тоже они уплотнили поле, но уже по развитию они отстают. У рапса есть принцип перезимовки. Он должен к зиме накопить питательных веществ и иметь развитие. Значит стеблевая ножка должна быть сантиметровой толщины и 5-6 листьев в развитии. То есть и не перерасти и не быть недоразвитым. Хотя в последние годы зимы у нас такие, что и недоразвитый рапс перезимовой. На данном поле у нас сев был где-то 20 сентября. Все-таки смещение сроков начала сева, оно характерно и везде. И для зимы пшеницы, ну и для рапса. Августовские поля они поперерастали, были такие у нас опыты. Развитие было слишком мощное и поэтому такой рапс чаще всего уже выбрасывает стрелку даже с осени и шансов, что он подмерзнет зимой очень много. Поэтому я думаю на две недели срок смещения рапса у нас, думаю, характерен для всех. Это вот примерно первая декада сентября, до второй декады сентября. Борьба с падалицей первостепенное значение. Если мы, например, делали прямой посев, то мы до сходов рапса глифосадную обработку сплошного действия убивали падалица, которая успела взойти до посева рапса. И потом у нас была защита уже по всходам рапса, когда у нее уже было два-три листа, работали фюзелатом. Но фюзелата была доза небольшая, из-за расчета того, что придется все равно его еще добивать. Не вся падалица взошла. Для состояния плотности, что можно сказать? Ну, посев у нас стандартный, 500 тысяч на гектар. У нас селка была 18-90, хотя это немножко не лучший вариант, джундировская. 10 штук на метре, ну, 500 тысяч густота была посева. Сейчас мы тут имеем порядка 30 растений на квадратном метре. Ну, в принципе, достаточно для плотности рапса. Что касается самих селок. Селка все-таки должна обеспечить укладку семян на посевное влажное ложе. У джундировской селки 18-90 идет нож ниже глубины заделки семян, плюс сами семена распределяются еще на 2 сантиметра. Ну, не лучший вариант. Мне, например, очень нравится селка Дон 650, то есть, где двойной сошник идет. Моррис, селка Экспресс, которая двойным сошником укладывает семена, мелкой семянки на глубину работы сошника. То есть, получается, что если достали мы до посевного ложа, до твердого увлажненного, там лежат семена. Ну, если, например, 455-й джундирки, там, конечно, должны быть травяные банки, потому что норма 3,5 килограмма на гектар посеять тяжело. Очень хороший результат получается при посеве широкорядными селками. То есть, широкорядные селки, они дают более точную расстановку и более точную укладку семян. Но для этого надо иметь семена более крупные рапса. Если, например, мешок весит меньше 8 килограмм, то уже проблема посева пневматической селкой большая. То есть, если мешок там 10-11 килограмм, можно сеять широкорядной селкой и рапсовыми дисками. Для работы по мышам применяем мы гранулы. Работа по мышам здесь очень ответственна, потому что это не озимая пшеница, где, если мыша съела всход, все равно еще пшеница восстанавливается. Здесь, если мыша съела всход, расти больше нечем. Поэтому проплешины можно получить. Поэтому работали превентивно. Начинались по черному полю с обочин, с периметров полей. Затем уже по рапсу уже два раза мы ходили. Мы работали гранулами. Брадифакум грант, там нарад, варад. То есть, поначалу готовые приманки, они более эффективны, чем, например, при приготовлении в запарниках на основе жидких антикоагулянтов крови. И зимняя вся уходная работа сводится к тому, чтобы на поле не было мышей. То, что мыши очень любят точить этот рапс. Значит, здесь мы еще планируем провести одну осеннюю обработку опрыскивателем для борьбы с падалицей и стимулировать рапс фосфорокалийными удобрениями и защита от вредителей. По защите от вредителей, то есть, протравка семян держит только на момент сходу. Ну, сколько там на там рапсовом семени можно накопить этого протравителя. Его там мизер теменоксана. Поэтому, особенно ранние посевы очень сильно страдают от подрезающих совок, блошек и всего этого комплекта голодных насекомых, которые остались после летнего сезона. Поэтому, здесь у нас уже планируется вторая обработка вегетативная с инсектицидом тоже. Весной главная задача это, чтобы он нормально перезимовал, не допустить развития болезни. У него самая страшная болезнь это фомоз и вредителей цветоедов. Ну, это у нас там основная обработка приходится на фазу бутонизации. Работаем инсектицидом и фунгицидом против болезни. Работы все будем проводить высококлиресным опрыскивателем, потому что раз высокостебельная культура и по бутону уже тяжело будет работать прицепным опрыскивателем. Работу клеями пока мы не планируем, хотя этот способ эффективный, но тут уже опрыскивателем мало поможет, потому что самоходник вытаптывает столько, что прибавку урожая получить от склеенных стручков проблема. Хотя реально... Это уже конец вегетации. Да, хотя реально клеи работают. То есть стручок он сгибается, но не лопается вот при работе клеями специальными. То есть реально проблема нанести, но скорее всего если кто будет применять клей, то использовать нужно авиацию. Уборка рапса очень сложная. Мало того, что она приходится в период уборки пшеницы, то есть надо комбайны снять, оборудовать рапсовыми столами, зайти на уборку. Если самосозревание происходит, хорошо защищен от болезни, то есть у него равномерное созревание, то уборка очень сжата. То есть вчера рано, завтра поздно. А солнце припекло, тоже сыпаться начинает. Поэтому уборка очень сложная. Но если с клеем, то немножко упрощается тема. Поэтому площади рапса их, конечно, надо корректировать в зависимости от возможности хозяйства оперативно убрать. Хранение тоже его проблемное. Бурты растекаются, не заштабелюешь, недопустимая лишняя влажность, иначе просто потом он может сгореть. Но он горит, как правило, сдают сразу. Надо сразу его сдавать, там при восьмерке влажности. Потому что хранить очень проблемно рапс. Есть много уточняющих вопросов. В этом поле, какая культура была предшественником для рапса? Ну конечно, вместо всеобороте у рапса оно стандартное. После зимы пшеницы, значит, год назад перед пшеницей здесь была кукуруза. Единственное, что после рапса нежелательно размещать, опять же, по безотвалке, по минималке сахарную свеклу. Потому что борьба с падалицей, потом и в свекле бывает проблемная. И после рапса озимая пшеница тоже требует спецухода. Чаще всего осенняя обработка гербицидами. Потому что если рапса зайдет осенью в озимую пшеницу, будет сильное угнетение самой зимой пшеницы. После рапса, конечно, это хороший предшественник для зимой пшеницы. В последнее время сейчас очень стало актуально влагонакопление для пропашников. Таких, как кукуруза, подсолнечник, сахарное свекло. А рапс это рано освобождаемая культура, поэтому вторая половина лета, если там осадки выпадали, уже надо их использовать для влагонакопления. Сейчас это очень актуально, влагонакопление в связи с вот такими засухами. Олег Юрьевич, я правильно понимаю, что Вы исследовали почву, прежде чем посеять рапсы, искали именно то поле, где будет больше всего накоплено? Безусловно. У нас в хозяйстве порядка 6 тысяч гектар. В разных местах мы подготовили поля. С расчетом, что там, возможно, мог быть посеян рапс. Это по системе полупары, я сказал, с влагосбережением. То есть мы накапливали ту влагу, в которой уже с момента уборки выпадали дожди. И потом, когда уже выпали точно где-то дожди, мы выбрали поле, на котором решили сеять рапс. Только таким способом можно гарантировать сходы и нормальное развитие рапса. Вот на этом поле, в связи с тем, что месяц не было дождей больше, рапс тормогнулся в развитии. И он, как немножко, как говорится, вошел в анабиоз, но он, в принципе, сейчас уже стартанул после последнего дождика, пошел. То есть этого было, в принципе, достаточно, чтобы он не погиб. Значит, уточняю нашу технологию. Значит, все направлено на влагосбережение. То есть мы после уборки пшеницы сделали два дискования. Одно дискование с внесением удобрений. То есть для разложения соломы мы использовали КАС, ну и по запасам фосфора вносили ЖКУ. У нас был агрегат, оборудованный для внесения жидких удобрений на 12-метровом дискаторе Хорж двухрядном. Эта операция выполнялась за один проход. Затем мы сделали чрезвеливание комбинированным агрегатом. Это американский Краузе Кун, который упаковывает сразу землю. Небольшая глыбистость на поле была. Мы не смогли сразу закрутировать, поэтому мы прикатали. Когда земля немножко отошла, тогда уже боролись с падалицей с помощью культивации. Еще хотел бы обратить на один немаловажный момент. Он начинается с уборки озимой пшеницы. Мы принципиально на поля не заезжаем большегрузной техникой КАМАЗами во время уборки озимой пшеницы. И надо минимализировать даже технологические дороги. Машины ездившие по периметру, вот мы видели на краю немножко РАПС плохо взошел. Там, где большегрузы КАМАЗы прошли по полю, там уже получить сходы РАПС тяжело. То есть структура почвы меняется, она более глыбистая и мелкосемянка там не всходит. Поэтому уборка полей, которые перспективно могут идти под РАПС, должна быть с минимальным проходом техники по полю. Чем протравливали семена? Ну и мы семена брали заводские, на данном поле семена фирмы Пионер. Они протравлены с инсектицидом, уже с завода инкрустированы. Если использовать семена сортовые, там более получается недорогой вариант, ну типа Лориса, Элвиса, в немковские семена. Или сейчас уже пошли сортовые семена импортные, то конечно там надо кроме фунгицида типа Максима закладывать обязательно инсектицид. Это и медоклоприд, и литей, и медоксан в дозировке, который может поместиться на семени. Потому что начальные вредители на РАПС очень свирепцы. Особенно бложки крестоцветные, ну и прочие соки подражающие. Конечно надо брать проверенные препараты, потому что сейчас на рынке очень много желающих обогатиться за счет крестьян на продаже химии. Поэтому тут риски должны быть минимальные. Единственная проблема у РАПСа по всходу гербицидов широколистных, небольшой выбор. Небольшой выбор, но сейчас появились новые гербициды типа на основе лантрела. Ну галера горчицу плохо берет, дискурению хорошо снимает, плохо берет горчицу. То есть вот в плане по всходу гербицидов проблема. Ну чаще всего РАПС с ними борется сам. Главная проблема падалица, она простая. Тут любой граминицид выбивает ее. Главное не допускать ее перерастания. То, что там где падалица хоть немножко получила лишнее развитие, опять же конкуренция за влагу, уже всходы РАПСа проблемные. И перезимовка хуже. Оптимально гербицидную обработку проводить в какие сроки? По падалице, по падалице. Главное, чтобы она не засосала поле, не провела угнетение РАПСа. То есть приходится работать чуть-чуть раньше, поэтому обработок бывает осенью по падалице-пшенице 2. Но все зависит от состояния. У нас сейчас поле подходит под вторую обработку. Буквально мы на этой неделе планируем следующую обработку по падалице провести. Чем работали еще раз? Ну, у нас был инсектицид, это аналог эфории, гладиатор супер 100 грамм на гектар. И гербицид был фюзелат турбо, по-моему, 750 грамм на гектар. Но более удачная была бы схема, если бы мы сделали до сходу обработку лимфосата. Но здесь поле было такое черное, чистое, что мы эту обработку сэкономили, но впоследствии потом пожалели об этом. То есть падалица на поле должна все-таки минимализироваться. То есть всего одна обработка прошла, да? Здесь была, да, одна обработка. Расскажите, пожалуйста, чем РАПС кормить и как? Вы сказали, что вы фосфорные удобрения... Ну, фосфонокалийные удобрения РАПС очень любят, в зависимости от запаса питания в почве. Мы их вносим, если у нас, например, содержание фосфора меньше 30 грамм на 100 грамм почвы, то мы тогда заряжаем поле с ЖКУ один сетний на гектар. Если там в пределах 40-50, то фосфор можно даже и не вносить. Ну, повсходовая листовая обработка осенняя фосфонокалийными удобрениями, водорастворениями, она для РАПСа хороша для перезимовки. Весной РАПС очень требовательный к азоту. Некоторые вносят и 5 центнеров селитры. Ну, я думаю, где-то 2-3 центнера селитры для РАПСа достаточно, чтобы сформировать хороший урожай. Ну, 3 центнера уже в этом году был хороший урожай. По 25 рублей продали, вот 75 тысяч за гектар валовая прибыль. А мы получали урожай и по 40 центнеров за гектар. Когда более благоприятная была весенней весна, в этом году РАПС тоже немножко пострадал от весенних заморозков, повторных этих морозов. Ну, по крайней мере, некоторые получили урожай до 40 центнеров и в этом году. Во время подкормки селитры, это февраль, март месяц, если получается равномерно внести, одного следа достаточно. Если не равномерно, лучше в 2 этапа внести, чтобы было покрыто удобрением более равномерно. А скажите, вот технику какую нужно использовать весной? На шинах низкого давления или лучше на узких шинах, которые меньше топчут поле? Ну, все зависит от влажности поля. Если поле переулазнено, то лучше покажет себя шины низкого давления и опрыскивать ли с разбраслением типа тумана. Если поле подсушенное, все равно даже низкое давление, оно давит, рапс травмирует. Если поле подсушенное, то тогда уже надо работать по той колее, по которой будет обработка весь сезон. То есть, например, осенью уже протоптали колею, бирту у нас работал, 31 метр захвата высококлинический. И весной по этой же колее у нас по автопилоту, по навигации будут проводиться все обработки. По одному месту топчем, чтобы не затоптывать поле в других местах. Вы же можете сравнить уже, какая техника лучше всего справляется? Вот вы говорили о просеялке. Да. Что с другими агрегатами, почвообрабатывающими? Ну, просеялки я уточняю. Рапс надо сеять на влажное поселенное ложе, и если получится немножко глубже, но на глубину не более 4 сантиметров. В этом плане селки с моноприкатывающим колесом, которые сеют типа такую в бороздку. То есть, получается, от поверхности поля мы рапс ложим на дно борозды. То есть, от поверхности поля мы, получается, заглубляем, но над рапсом высота почвы не более 4 сантиметра. Но здесь больше шансов достать до влаги. Вот у нас была такая селка в степи Моррис Экспресс. Вот она выполняла эту работу на ура. Может эту работу выполнить селка Джон Вир, 455-я, например, но с рапсовыми, с мелкосемянными дисками. 18-90, вот мы в данном случае это поле сели, не очень удачный вариант. У него диск, нож идет, монодиск слишком глубоко. И если твердая почва, то семена рапса завешивают в сухую почву. Раваливаются? Завешивают. То есть, закладывают выше посевного сырого ложа. Вся подготовка почвы должна сводиться к накоплению влаги. То есть, быстрое упаковывание, комбинированные орудия. Если мы, например, задисковали через 2 недели, еще задисковали, потом спахали. Потом подождали, пока дождь эту пахоту расквасит. Там сходы рапса отсутствуют. Ничего не остается. Вы назвали какой-то агрегат, который хорошо влагозапешивает? Это вот комбинированные дискари. То есть, на дисках должна быть обязательно каток и барана. Это вот, сейчас он работает за посадкой, можно будет его снять. Кокерлинд дисковый агрегат. Значит, если чезливание, все-таки оно более влагосберегающее. Это комбинированным агрегатом. У него сразу идет и глубокое рыхление, и дисковое перемешивание поджиненных остатков, и упаковывание катком. Если культиватор, то тоже этот тройник должен быть в любом случае. Это кроме культиваторной лапы должна быть и барана, и каток. То есть, максимальная упаковка с целью максимального сбережения влаги. Для уборки нужны рапсовые столы. Особенно важны боковые ножи. Потому что, если просто делитель, он будет вырывать рапс, он же переплетается, он загарнет это все. Боковые ножи. И выдвижной рапсовый стол, чтобы минимализировать потери во время обруша, который вызывает мотовила. Главное, что срок уборки. То есть, он не должен перестаивать, иначе просто посыпется. Если он уже созрел и проходит дождь или сильный ветер, потери гарантированы. Какие-то специфические микроэлементы для рапса требуют? У рапса можно до бесконечности напичкать поле микроэлементами. Он очень отзывчив на фосфонокалийное питание. Очень требовательный к азоту. Обязательно внесение бора. Ну, мы бор можем носить и осенью для перезимовки. И самое главное, бор это для цветения по фазе ботанизации, для того, чтобы лучше было опыление. Ну, и пчелы для опыления. Это тоже немаловажно, чтобы нормально опылился рапс, желательно, чтобы пасеки стояли. Ну, они сами просятся, потому что мы не возражаем, потому что весной для развития рапс дает очень много. Хотя говорят, что рапсовый мед не лучше, его надо обязательно перед акацией откачать, иначе акация испортится. Ну, для развития семей, для развития пасеки многие пчеловоды любят выезжать на рапсы. И здесь какой сорт или гибрид рапса используется? Пионеровский гибрид я сейчас точно не буду. Но не под номерами? Да, они номерные гибриды. С края у нас тут несколько, два сорта было опыта КВСовский заложенный, а все поле полуопассивное пионеров. Сейчас предложений очень много по фирмам, по гибридам. Вы что советуете, все-таки гибриды или сорта? Значит, разные варианты. Если гарантии всходов нет, то с гибридами лучше не рисковать. Лучше взять сорта, еще и доморощенные, чтобы с минимальной себестоимостью поносевать все поля и где получится оставить. Минироваться. Да, да, да. Потому что стоимость семян большие деньги стоит. Пофессионная единица полтора миллиона, там 7-8 это дешево, а то и Мерседес там и 12-14 тысяч стоит одна пофессионная единица, а ее всего на 3 гектара хватает. Вот посчитайте, сколько затрат на 1 гектар, 5-6 тысяч это вообще ужасно. Ну, а так где-то в 2 тысячи вкладываемся, если, например, по 6-7 тысяч у нас КВС был, на 3 поделить по 2 с половиной тысячи метра. Но это, опять же, все равно дорого, все равно это большие расходы. Весенняя обработка по вредителям это вот фаза бутонизации. Думаю, раньше там мало что просыпается, весной еще все холодное, вредители все спят. А вот фаза бутонизации, да, позже в фазе бутонизации уже пчелы могут, как говорится, пострадать, хотя вредители свирепствуют и позже. Ну, надо поймать момент, чтобы и пасеки не пострадали, и максимально приблизиться к цветению, обработка против цветоидов и защита от болезни. А чем обрабатываете? Ну, мы запланировали вот аналог эфории, грамм 150 на ектар, это смеси медоксаном с лямбой. И фунгицид, ну, по фунгициду еще решим. Главное, чтобы фунгицид состоял из тибуконозола, потому что для Фомоза очень хорошо работает тибуконозол. А с осенью никакими фунгицидами вы не работаете, да? С осенью опыта нет, я думаю, и проблем нет. Здесь самое главное борьба с падарицей, с вредителями и получить хорошее развитие для ухода в зиму.